Алло, это секс по телефону. Я исполню любое твое желание, крошка. Вера, это Коля. Хлеба домой купи. Очередная ночь, супружеская ночь. Мы с женой разные позы попробовали. И он ей говорит, дорогая. Говорит, что? Позу нашел обалденную. Говорит, какую? Спина к спине. Говорит, тю. А как же мы будем заниматься любовью? А я соседку пригласил. Этот мужик говорит, кисюнечка, ну сделай мне миед. Она говорит, милый, давай в следующий раз. Ну я не очень это хорошо умею делать. Нихуя себе! А в следующий раз мне это ты научишься. В публичный дом приходит такой старикашка. Ну вообще там лет восемьдесят пять такой. Еле дышит. Такая. Здравствуйте! Бандершин на него смотрит. Здравствуйте! Мне женщину в пятый номер! Три! Она говорит, девочки, ну давайте быстренько к нему. Они раз заныривают, выбегают. О-о-о! Разрумяные такие. Он выходит. Ещё три! Давайте, девчонки. Они опять ещё раз три. Опять выходят все разрумянинные такие. Ещё три! Он думает, ничего себе! Ещё три! Опять и те разрумянинные выходят довольные такие счастливые. Сама Бандершин не выдерживает. Заходится в номер и говорит, кедуля, вы такой, скажем, в возрасте. Как вам так удаётся? Ай, доча! В прошлом году меня удачно парализовало! Говорят, девчонки, я вам так скажу. Вот как по мне, то какая нафиг разница, какие сиськи. Главное, чтобы жена борщ умела готовить. Так я умею. И я, и я. Я тоже умею. А, ну раз такая фигня, блин. Ну давайте, показывайте сиськи. Едут в поезде две девушки и грузин. И они между собой, говорит, одна говорит, ты знаешь, а я так раком люблю. Я, наверное, роковая женщина. А вторая говорит, да? А ты знаешь, а я стоя люблю. Я, наверное, стоящая женщина. Грузин слушал, слушал, говорит, а, а я люблю, да? На мешке с изюмом. Я изумительный мужчина. Илон Маск отправляет астронавта на Марс. Ну, через некоторое время тот возвращается. Все к нему. Ну, как там, что, расскажи. Я говорю, так. Все как у нас. Единственное, вот у женщин грудь на спине растет. Говорит, да ладно, как же они детей кормят? Ну, как детей кормят, я не знаю. Но танцевать с ними одно удовольствие. Молодой человек с девушкой занимается сексом. Ой, так бурно занимается сексом. И после секса поднимается. Он к ней. Дорогая, а ты говорила, что была девушка. Не веришь? У Сереги спроси. Говорит, Хайм Львович, куда это вы так бежите? Бежу домой, бежу домой. А что случилось? Мне кажется, что Абрамович ночует с моей женой. Как ночует сейчас день? А вы не знаете Абрамовича. Он и днем может переночевать. Встречаются два друга. Один говорит, как жизнь? Один говорит, а ты помнишь, Валька моя, ну, бухает со страшной силой. Да ты что? Да. Еле заставил пойти закодироваться. И как? Закодировалась. А теперь как? А теперь и в рот не берет. Петька и Василий Иванович копаются в огороде и вдруг прямо на грядке садится НЛО. Выходит, как красивая инопланетянка. Ну и пытаются как-то наладить контакт с землянами. Ну, а Петька, красивая же девушка, инопланетянка, он все сворачивает на тему, как же у них дети получаются. Говорит, вот, ну, расскажите, вот как у вас девочки появляются? Говорит, да очень просто. Достает такой маленький компьютер, нажимает пару кнопок, раз и девочка стоит. Говорит, нифига себе. А мальчики тогда как? Он говорит, да так же, вот, раз и мальчик. Говорит, а у вас как? Он говорит, идем покажу. Заводит, заводит в дом. Через некоторое время Петька такой выбегает, она за ним бежит. Василий Иванович, Петька, что случилось? Да она, Василий Иванович, хочет забрать мой компьютер. Мужик выходит от врача и встречает друга. Тот говорит, опа, а что это ты у врача был? Что-то случилось? Поймал, наверное, что-то? Да, говорит, нет. А что такое? Говорит, а вот гипс наложил. Как гипс? А как так? Как ты его поломал-то? К жене начал приставать, говорю, давай займемся этим делом. Давай займемся. Она говорит, не могу, да не могу. Я думал месячное, а у нее, оказывается, камни с почек шли. Пришла девушка в ночной клуб устраиваться на работу. Он спрашивает, к кому ей можно обратиться. Ее отправили к менеджеру. Менеджер так посмотрел на нее, не разговаривая. Говорит, ну, покажите грудь. Она, хорошо. Раз, он, так, ничего. Так, давайте на шест. Включил музыку, она там начинает танцевать возле шеста. Он так, стоп, 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 стоп. Извините, извините, девушка. Вы на мне подходите. Ну, у вас пластики не хватает. Она говорит, так я на компьютере еще могу. Он говорит, а при чем здесь компьютер? Ну, так я же бухгалтером к вам пришла устраиваться. Игра о счастливчик. И очередное задание игроку говорит. Итак, следующий вопрос звучит так. Где ваша жена любит заниматься сексом? Четыре варианта ответа. Первый на кровати, второй в туалете, третий на дереве и четвертый в канализации. Итак, ваш ответ. А можно помощь? Да, пожалуйста. Какую помощь выбираете? Звонок другу. Водитель такси везет женщину по городу. Ну, или хачит, там подрезают всех на красный, через двойную, там летают вообще так, визги, тормозо. И тут женщина не выдерживает. Говорит, мужчина, у меня дома восемь детей. Вы можете везти автомобиль как-то осторожнее? Он так по врачу говорит. Ни хрена себе. И это вы мне будете говорить об осторожности? Врач долго ухаживал за девушкой. Они с ней встречались, ходили в кино, в театр. Долгое время проходил этот процесс. И наконец-то дошло время до секса. Они переспали. После секса он поднимается, себя приводит в порядок. И она к нему говорит, я прошу прощения, а вы случайно не врач? Он говорит, боже мой, а как вы догадались? Ну, просто это манера мыть руки. Мы пошли помыли руки перед этим делом. Все равно как перед операцией. Потом так встряхивали, точно как хирург. Да. А скажите, врач, анестезиолог? Он говорит, обалдеть. Вы что, девушка, экстрасенс? Он говорит, нет. Ну, а как вы догадались? Просто я ничего не почувствовала. Редактор субтитров А.Семкин